доброго времени суток мои дорогие подписчики и гости моего канала с вами канал энергия таро и сегодня мы с вами разбираем очередную карту в колоде триумф луны знаменитого художника патрика валенса этой карты является восьмерка мечей и так что мы с вами видим на карте и основная суть карты обездвиженный несчастный стоит привязанный к восьми здоровенным острым мечам сияющая полная луна дает отсылку к тому что именно она влияет на человека исковывает его разум и чувства вертикальный смысл карты по карте проходят заключенные люди в прямом смысле этого слова люди ожидающие решения суда люди скованные определенными обстоятельствами карта указывает на алименты и выплату кредитов судебным инстанциям с карты где человек никак уже не может повлиять на ситуацию по карте проходит ситуации где человек жертва находится в созависимых отношениях карта также намекает о слепой вере к очевидным вещам и промывке мозгов иногда говорит о том что человек не в силах управлять собой он запутался его мозг ему больше не помощник это случай с наркотиками и расстройством личности перевернутое положение карты освобождение от собственных негативных убеждений ситуации когда человек начинает образовываться обладает критическим мышлением ситуация когда человек нашел выход из происходящего если карта выпала вам на характеристику личности человек жертва сам себе и своей голове не хозяин узком если это из-за своей глупости попадает в тупике где половину своей жизни пытается оттуда выбраться очень эмоционально нестабилен повышенный уровень тревожности может сопровождаться паническими атаками чаще слушает и соглашается с мнением окружающих не имея своего если карта выпала вам на работу или профессию в капкане нелюбимой работы 24 на 7 вкалывает получая небольшую сумму чаще всего офисный планктон не стремящийся к достижению чего-то большего в своей жизни по этой карте часто проходят охранники менеджеры среднего звена презирающие своих руководителей люди годами являющиеся заложниками обстоятельств например взял ипотеку и нужно платить взял кредит и нужно задержаться на этой работе только потому что нужно оплачивать долг они потому что она любима если карта выпала вам на здоровье это может обозначать аварию серьезное дтп где человек является жертвой обстоятельств то есть происходящее произошло не по его вине по карте проходят люди имеющие онкозаболевание и инвалидность с детства либо по причине неосторожности уже в зрелом возрасте если карта выпала вам на отношения человек не может подойти и сделать первый шаг стесняется боится не может до конца разобраться в своих чувствах если пара в браке или вместе какой-то период времени это говорит о скованности в интимной жизни недостатки энергии в паре и возможных инфекционных половых заболеваниях иногда говорит о невозможности развода который так нужен например пара не может развестись потому что они не могут поделить дом участок квартиру в этом году а и и и и и